Всем привет! Сегодня 14 октября. Московская область. Я хочу высадить чеснок. Сегодня праздник покров. Я вас поздравляю. Но времени у меня нет. Хочу высадить сегодня, потому что через несколько дней передают дожди. Погода сегодня хорошая. Плюс 8 градусов, солнце. Поэтому быстро сейчас высажу. Я вообще эту грядку 6 метровую. Ширина ее 80 сантиметров. Я подготовила еще в августе. Здесь у меня росла клубника. Старые кусты я убрала, подсыпала компоста и пролила фитоспорином и закрыла вот этим баннером. Сейчас я просто ее открыла, взрыхлила и все, у меня грядка готова. Земля здесь пушистая, все хорошо. Вчера вечером уже поздно я подготовила, сделала лунки. Я чеснок сажаю в лунки. Мне так больше нравится. Делаю лунки вот таким конусом. Я измерила вот это металлическое основание, оно 20 сантиметров. А я вот эти лунки делала по саму вот эту рукоятку. Я чеснок сажаю глубоко. Вот. И вот эта часть, верхушка, она узкая. Чеснок у меня крупный. Если его просто положить, то он повиснет в воздухе, будет висеть. Поэтому я всегда подсыпаю в такую смесь. Это зола с песком. Вот по ложке примерно в каждое отверстие я засыпаю. И тогда чеснок хорошо ложится. Вот видите, у меня в самую рукоятку. Чеснок почему сажаю глубоко, чтобы он у меня рано весной не всходил, не желтел. Это я уже делаю так много раз, он много лет, поэтому уже проверено. Так сажаю каждый год. Здесь расстояние у меня довольно-таки большое, потому что чеснок у меня крупный. Ну, здесь, наверное, 7 мм 12, ну и здесь примерно 12. Чеснок в этом году я высаживаю только гулливер. У меня еще был сорт слон. Очень мне тоже нравится. Но решила его вывести и буду выращивать только гулливер. Это довольно-таки крупные чесночины. Их по 4 штуки. Ну, бывает и 5. Вот смотрите, какая крупная. Какой крупный зубец. Буду его выращивать. Хранится хорошо и вкусный. Такой он крупный. Я, значит, знаете, могу семеновать этот материал и замачивать в фитоспорине или в растворе сияния номер один. В этом году я не буду ничего делать. Буду высаживать сухим. Он у меня вообще, чеснок здоровый, ничем не больной. Поэтому решила на сухую буду высаживать в этом году. И также я хочу высадить это уже для обновления материала. Где-то есть у меня вот такие однозубки. Вот. Я сажала из бульбочек. А это уже из однозубок получились вот такие двухзубки или трехзубки. Вот гулливер вот так дает. Видите, как двухзубка. Ну, на следующий год, наверное, будет уже побольше. Отличный часок. Мне очень нравится. Земля у меня здесь не сухая, так как все-таки была накрыта грядка баннером и влажность сохранилась здесь. Ну, все здесь. Все очень просто. Беру зубец и укладываю, придавливая его в лунку. Вот так. То есть до упора. Я придавливаю. Почему? Потому что у меня земля здесь рыхлая. Я не боюсь, что повредится донце у чеснока. Вот это. Если земля тяжелая, конечно, давить сильно не нужно. Чеснок я обычно высаживаю 9-10 октября. Но в этом году запоздала, потому что уезжала. Так вот. Ну, сейчас буду раскладывать. Так. Разложила чеснок по лункам. Сколько помещается зубцов на 6-метровую грядку шириной 80 сантиметров, я вам не скажу, потому что не считаю зубцы. Сейчас просто рукой закрываю. Все готово. Сверху я обязательно мульчирую. Раньше и срезанными растениями мульчировала. Ну, чем придется, в общем. А вот второй год я мульчирую вот такой землей листовой. Но она, знаете, как? Не совсем листва перегнившая. Это березовые листья. Я их собирала позапрошлой весной, по-моему, или прошлой, уж не помню. Она вот так разлагается. Получается как бы земля такая. Вот смотрите. Попадаются листья еще не перегнившие. А так вот она прям земля-земля. И вот сверху я сейчас все это замульчирую. Всю эту 6-метровую грядку. И останется мне еще высадить вот этот обновленный материал. Но это будет уже на другой грядке. Я сюда не высаживаю. Здесь у меня просто чеснок. А это будет отдельно на грядке. Все. Мульчую закрою. И отлично. Чеснок сходит у меня попозже. Поэтому он у меня всегда зеленый, не желтеет. Потому что рана всходит. И потом желтый весь стоит. Некрасиво. Листва. Смотрите, здесь сколько червей в этой листве. Такой жирный. И он здесь не один. Все. Замульчировала грядку. Так теперь все это выглядит. Кстати говоря, я амульчировала даже хвойным опадом. Соломой, сухой скошенной травой. В общем, все, что у меня было, тем амульчировала. Потому что я голую землю никогда не оставляю. Тем более, подземные посадки я всегда все закрываю. А вчера вечером я поздно уже высаживала клубнику. Но это крупноплодная земляника. Тоже 6-метровая грядка. У меня все кусты уже старые. Это, так сказать, и обновила посадочный материал. Но, не знаю, поздновато, конечно, я это сделала. И видите, земля здесь не накрыта. Вот я сейчас буду ее закрывать перепревшей конской подстилкой. Всю эту грядку. Тоже будет, уйдет в зиму у меня. Конскую подстилку я кладу везде. Только оставляю здесь круг, не замульчированный. Вот так вот. А все остальное закрываю. Довольно-таки толстым слоем. Вот. Перепревшей конской подстилкой. Так, ну что, останется сейчас мне только посадить в другую грядку. Вот этот обновленный семенной материал. Буду точно так же сажать, как и этот чеснок. Только расстояние буду держать поближе. Потому что он, самая крупная головка, не нарастет еще в этом году. Она будет средняя. Только на следующий год будет уже крупная. Как она есть по сорту. Высажу и все. Тоже его не обрабатываю. Буду на сухую высаживать. Ну вот, в принципе, у меня на сегодня все. У нас здесь соседи работать начали. И я тоже продолжу высаживать чеснок. Я желаю вам всего самого хорошего. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok